Анастасия Ананьевна-Сюткина встречает свой столетний юбилей в кругу семьи. Самые близкие и родные люди очень рады, что их мама дожила до столь солидного возраста и нисколько не удивляется этому. В их семье долгожителей было немало. Мама долго жила, а отец нет. Отец 70 лет помер. Сёстры все по 92, по 93 вот так. Сёстры те долго жили. Спасибо детям. Дети не бросают. Дети ухаживают. За долгий век Анастасия Сюткина повидала много трудностей и радостей. Родилась она в деревне Петнур, а потом пришлось много работать в деревнях Починок-Буйский и Леспромхозе. Перед выходом на пенсию Анастасия Ананьевна работала в столовой детского сада. Но и на заслуженном отдыхе трудилась в Дом управления, когда переехала в строящийся Нефтекамск. Она всю жизнь действительно трудилась, не покладая рук. Это колхозный труд во время войны и после войны. Это просто надо испытать. Понимаете? Лошади нет. Лошади, коней всех забрали в армию. Отец уехал на своем любимом коне, так и погиб там. Остались быки. Так что досталось и людям, и скоту. Множество поворотов истории нашей страны пролетели как один миг и запомнились в памяти долгожительницы. Но последние семь лет Анастасия Ананьевна воспринимает все происходящее вокруг только на слух. Примите искренне поздравления с юбилеем и наилучшие пожелания. Мы гордимся вашим поколением, поколением героев и победителей, которые с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны. Несмотря на все сложности, долгожительница готовится ко встрече Нового года. Праздник Анастасии Сюткина планирует встретить в таком же уютном кругу своих близких. Лилия Ахметова, Фанзир Фазлатинов, информационная программа «Ежедневник».